Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, добрый день, слушатели. Позвольте выступить с докладом меланомы редких локализаций. Сегодня мы обсудим, есть ли прогресс в лечении меланомы слизистых оболочек и увяльной меланомы. Начнем с увяльной меланомы. В большинстве своем это меланомы целярного тела и хороидеи. В более редких случаях это меланомы радужной оболочки. Несмотря на то, что радикальное хирургическое лечение локализованного процесса позволяет достигнуть практически у большинства больных отсутствие локальных рецидивов, тем не менее частота отдаленных метастазов у таких пациентов все еще высока, более чем у 50% они развиваются. И медиан общей выживаемости составляет всего 10 месяцев, а однолетняя общая выживаемость 43%. Стадируется данное заболевание по ТНМ, отдельно стадируются меланомы хороидеи, отдельно радужки. На слайде слева представлена разница в кривых выживаемости у пациентов в зависимости от размера метастатического процесса. У пациентов с метастазами более 8 см прогноз значительно более худший. Что касается генетических особенностей увяльной меланомы, то за последние несколько лет особо больших открытий сделано не было. Все так же встречаются классические мутации ГНАК и ГНА-11. Они составляют сейчас уже более 95% пациентов. Но, к сожалению, практической пользы для нас эти мутации не несут. Они не являются таргетируемыми, они не обладают прогностической и предиктивной ценностью. В то же время встречаются такие мутации, как БАП-1 или SF3B1. Эти мутации уже обладают прогностической значимостью. Они являются фактором неблагоприятного прогноза и риска повышенного метастазирования. Что касается классических мутаций, которые мы встречаем в меланомах кожи, это мутации в генах BRAF, KIT. То здесь их частота встречаемости не более 2%. Встречаются они достаточно спорадически и, как правило, резистентны к таргетной терапии. По поводу локального лечения, позвольте много не останавливаться. Разберем только тот факт, что при возможности использования органосохраняющих операций они, соответственно, проводятся при маленьких размерах опухоли, при отсутствии в инвазии глубокие структуры, соответственно, возможно применение либо неинвазивных методов или методов лучевой терапии. Соответственно, при значительном поражении используется хирургическое вмешательство, например, нуклеация глаза, которая использовалась в 70-х годах. Вопрос об адевантной терапии сейчас стоит достаточно актуально, поскольку стандартов лечения и стандартов адевантной терапии не существует ни в одной стране мира, не существует полноценных рандомизированных исследований на эту тему. Поэтому решение вопроса о проведении адевантной терапии, оно лежит полностью на враче, который лечит такого пациента. И, наверное, пожалуй, он должен основываться на факторе риска и факторе неблагоприятного прогноза. Это может быть, например, первоначальная стадия процесса, поражение лимфатических узлов или большие размеры опухоли или наличие такой мутации, как, например, БАП-1, который является фактором неблагоприятного прогноза. Что касается локального лечения отдаленных метастазов, то возможно использование такого метода, как эмболизация метастазов в печени. Конечно, здесь выбор пациента тоже имеет решающее значение. Выбираются пациенты, у которых либо изолированные поражения печени, либо размеры метастазов достаточно маленькие. Тем не менее, данный вид контроля над заболеванием позволяет достигнуть общей выживаемости от 17 до 21 месяцев. Что касается таргетной терапии у вяльной меланомы, опять же, редкость данной локализации, отсутствие таких таргетируемых мутаций, как, например, БРАФ-мутация в меланомах кожи, здесь не позволяет достигнуть таких хороших эффектов. Такие препараты, как трометинип и биметинип, не показали достаточно сильных результатов. Объективные ответы там небольшие, до 5%. Препарат, на который в свое время мы надеялись, силометинип, тоже не показал больших надежд с временем до прогрессирования всего 16 недель. Таким образом, он тоже не был включен в стандарт оказания медицинской помощи, в общем-то, ни в одной стране. Что касается иммунотерапии у вяльной меланомы, то здесь ситуация обстоит несколько лучше. Возможно использование ПД-1 ингибиторов, неволумаб, мембразумаб в монорежиме или стел-4 ингибитора, также в монорежиме. Но сейчас, естественно, эра комбинированной терапии, поэтому преимущество показало по данным исследованию Checkmate 172 комбинации пилиумаба и неволумаба и позволило достигнуть общей выживаемости в 19 месяцев с объективным ответом 18%. Что касается рекомендаций, они представлены на слайде. В общем-то, они у всех стран мира, это и рекомендации НССН, и ЭСМА, и наши рекомендации. Они, в общем-то, одинаковые, похожи друг на друга. Предпочтение, конечно, сейчас имеет комбинированная иммунотерапия и участие в клинических исследованиях. Но также в качестве дополнительной опции для пациентов можно рекомендовать использование токсических препаратов, о которых мы говорили, да, это вот как раз препараты карбазин, тимодал или комбинация карбоплотина с поклитокселом. Но также в качестве дополнительной опции возможно применение термитиниба. Что касается новинок лекарственной терапии, достаточно многообещающее исследование второй фазы по применению препарата Тибентафузп. Это бесспецифическая молекула, которая состоит из растворимого Т-клещевого рецептора, который нацелен на гликопротеин 100, и эффекторного конца, который нацелен на CD3-клетки. В общем-то, критериями включения для данного исследования было наличие метастатической меланомы и предшествующей как минимум одной линии лекарственного лечения. Препарат этот использовался изначально в дозировке 20 микрограмм с последующей эскалацией. При этом эскалации дозы и профиль токсичности не обладал дозозависимым эффектом. По данным исследования общая выживаемость составила 17 месяцев медиан общей выживаемости, что достаточно неплохой показатель, учитывая, что достаточно большое количество пациентов было включено в исследование после двух предыдущих линий терапии. Однолетняя общая выживаемость составила 62%, что также является неплохим показателем. Также важно отметить, что при развитии у пациента в течение 7 дней от начала приема Тибентофуз по сыпи повышало кривые общей выживаемости. Разберем далее меланомы слизистых оболочек. Условно мы их можем поделить на 3 больших группы в зависимости от локализации. Это опухоли головы и шеи, аноректальные зоны и женской половой системы. В общем, они составляют всего 1% среди всех меланом. Средний возраст, достаточно пожилой, это около 70 лет, и преимущественно болеют женщины. Что касается общей выживаемости, то она зависит от локализации процесса, от толщины опухоли и от, соответственно, стадии процесса. Наиболее неблагоприятной с точки зрения 5-летней выживаемости являются именно аноректальные меланомы. Что касается мутационного профиля, то здесь в основном экспрессируются мутации в генах КИТ. До 16% мутации в гене БРАВ практически не встречается, но сейчас приходят современные данные, что до 10% все-таки можно увидеть мутации в гене БРАВ и в небольшом количестве раз мутации. Что касается хирургического лечения, то, в общем-то, объемы вмешательства, как и при классических меланомах кожи, является широким иссечением. При более обширной распространенности процесса возможно использование обструктивных резекций или экстерпаций. По поводу хирургического лечения меланомы, вульвы и влагалища также стандартом является широкое иссечение. При невозможности можно рассмотреть вопрос о экзентерации таза. По поводу биопсии сигнальных лимфатических узлов, прямых исследований, которые скажут нам о непосредственной пользе этой процедуры, сейчас пока нет. Но, тем не менее, рекомендуется двусторонняя паховая лимфодинектомия при наличии увеличенных лимфатических узлов. Что касается адювантной терапии, заказательной базы здесь практически нет. Единственное полноценное исследование третьей фазы было проведено по применению в адювантной терапии тимозоламида с тисплатином и высоких доз интерферона. По результатам этого исследования, проведение адювантной химиотерапии статистически значимо снижает риск развития рецидива и появления отдаленных метастазов. Но, к сожалению, какого-то полноценного влияния на общую уживаемость получено не было. Что касается адювантной иммунотерапии, то по всех крупных исследованиях такие пациенты, как правило, исключались из исследований по адювантной иммунотерапии, поэтому ориентироваться мы можем, только экстраполируя данные с меланом кожи. Применение таргетной терапии у пациентов с метастатическим поражением при наличии мутации в гене Сикит, частичный ответ достигнут был у 23% пациентов. В общем-то, эти исследования были достаточно маленькие, и препаратом выбора, наверное, эмотинип считать не стоит, но в качестве дополнительной опции у такой группы больных его вполне можно использовать. Исследование Checkmate 67, общая уживаемость при меланоме слизистых оболочек и в сравнении с меланомой кожи, здесь, в общем-то, был проведен подгрупповой анализ, где было выяснено, что у пациентов с меланомами слизистых значительно хуже общая уживаемость, но, тем не менее, результаты достаточно неплохие по сравнению с другими методами лечения, медиана общей уживаемости составила около 22 месяцев. Что касается новинок в лечении меланом слизистых, то перспективным является исследование Тераполимаба и Окситиниба. Это исследование 1B-фазы. Тераполимаб – это PD-1 ингибитор, который зарегистрирован в Китае. Препарат Окситиниб – это мультикиназный VGFR ингибитор. В общем-то, последние данные, которые говорят нам о том, что общая уживаемость составила в этом исследовании примерно 20 месяцев, что также является достаточно неплохим показателем для такого заболевания. В общем-то, в исследование было включено 33 пациента, 29 пациентов не получали ранее никакого лечения, объективный ответ был достигнут примерно у половины, что, опять же, является неплохими результатами. Что касается перспектив и текущих исследований, по меланоме слизистой достаточно много проходит исследований как раз по Тераполимабу, очень много в целом исследований из Китая по данной локализации. А что касается исследований по вяльной меланоме, то в перспективе нас ждет исследование по Тибентафуспу вместе с комбинацией с иммуно-онкологическими препаратами или с химиотерапией на выбор исследователя. Мне кажется, достаточно будет интересное исследование. И, возможно, оно изменит какую-то парадигму в лечении таких больных. Ну и в качестве резюме, наверное, хотелось бы сказать, что данное заболевание является достаточно редким и агрессивным. Стандартов лечения полноценных таких в некоторых местах нет. Поэтому, наверное, рекомендовано таких пациентов наблюдать в референсных центрах, у которых есть достаточно большой опыт введения таких пациентов. Спасибо большое за внимание. Спасибо за возможность выступить. Буду рад ответить на все вопросы. Спасибо.